Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и я сниму свои чехлы на телефон, так как меня уже даже просили снять о моих чехлах. Что могу сказать? Что у меня три телефона, четвертый айфон, у меня чехлов нету, на него я не ношу. В основном у меня все чехлы на 5s айфон, и один чехол на HTC, но я его тоже уже сняла, потому что мне неудобно. Он вот такой был раскладной, и какой-то вот громоздкий был, беленький такой. Он уже грязный, весь затерт, и его пора выкинуть. А можно обклеить как-нибудь красиво стразами, розовыми. Я себе, кстати, много розовых страз надала, но я с ними другое немножко хочу придумать, когда сделаю, тогда покажу вам. В общем, на 5й айфон, значит, я давно носила вот такой чехол, он мне очень нравится. Я сейчас на него снимаю, поэтому, к сожалению, не могу показать вам, как это выглядит. Да, очень красивый вот такой вот чехол, мне очень нравится. Я думаю, что если куплю такой, пойду еще один, потому что он реально очень круто смотрится. Но он у меня уже пообдирался, и вот здесь вот он у меня поотламывался. Но проносила я его достаточно долго. Поэтому, если вы такое увидите вообще, и на 6й айфон, будет очень круто. Вот эти все чехлы, на самом деле, мне подарила одна девочка. Она у нас в Ростове занимается чехлами. Но мы с ней давно не общались, и я уже не помню, честно говоря, как ее найти, как найти на нее ссылочку. Но, в общем, если вы увидите такое, вы сможете взять. Вот такой прозрачный, по периметру идут стразики. И вот здесь вот такой вот бантик. Единственное, что здесь неудобно, потому что, видите, прямо под бантиком расположены кнопки, ну, выключить громкость и звук, и кнопки громкости. И все время, когда мне нужно было фотографировать, вообще это делать было абсолютно неудобно. Поэтому он клевый, классный, с бантиком такой. Еще он тяжеловатый. Телефон сразу тяжелый, потому что бантик тяжелый. И было неудобно, и я его сняла, поэтому. Дальше один из моих любимых чехлов. Я его купила тоже на классике у нас. И носила какое-то время, но потом сняла, потому что он тоже затерся уже немножечко. Вот такая вот мини. У меня вообще постоянно, постоянно какие-то вот идеи. То у меня, значит, были черепа любимые, потом кресты мне очень нравилось. На одежде, на сумках, везде-везде-везде, где только можно. То есть у меня много одежды еще, где у меня черепа остались. Потом мне начали нравиться, что, я не знаю, что-то еще, да, боночки, по-моему. И вот эти вот все мышки. Сейчас меня тянет на всякие сердечки, что-то такое розовое, нежное. В общем, любовь, доброта и свет. Дальше есть вот такой чехол, я его еще не одевала. Но сразу скажу, что вот такие чехлы, вот здесь написано pink, но он красный. Он у меня даже еще закрытый. И вот такие чехлы. Они очень громоздкие, тоже, видите, запечатаны. Они очень громоздкие для меня, поэтому мне не очень удобно ими пользоваться. Знаете, вот если кому-то хочется вот такие вот чехлы, у кого есть 5S или 5 телефон, да, то я могла бы вам отправить, единственное, что здесь, чтобы вы оплатили пересылку. То есть бесплатно, да, подарить. В общем, я не знаю, кто первый, наверное, напишет мне, тому могу подарить. И, естественно, по России, потому что, если не в России, это будет очень дорого стоить вам. И я не знаю, честно говоря, это, наверное, ложным платежом, что я, ну, как бы, отправлю и скажу, что там человек при получении оплатит. Если это вот так, как я говорю, да, то я с удовольствием отправлю кому-нибудь вам. Пишите, договоримся. В комментариях пишите. Но мне вот такие чехлы неудобны, потому что они громоздкие, и мне функционал вот неудобный. Здесь написано то, что пинк вообще, а он красный. Губы, они прикольные, но они реально очень много места занимают в сумке. У меня сумка постоянно такая тяжелая. В общем, кому это прикол, то пожалуйста. Дальше есть вот такой вот еще с ушками. Тоже могу его задарить кому-нибудь. Он вроде еще новый, я его даже не носила, потому что он тоже мне неудобный. Он как бы снимается легко. Вообще, я вот эти вот не люблю силиконовые такие. Они должны быть реально очень круто облегать телефон для того, чтобы мне они понравились. А когда держится все не очень хорошо, то есть если кому-то интересно, пожалуйста. Потом есть такой чехочек запечатанный еще. Не буду распечатывать. Вот такое дерево на нем. Я думаю, он хорошо сидит и в принципе еще мне пригодится. Вот такой вот прикольный. Единственное, что зеленый цвет, это конечно не мой. Но можно что-нибудь придумать. Вдруг я что-то зеленое одену. Зеленый костюм. Такие вот, такой блестящий, интересненький. Оставлю его. Он тоже еще запечатанный. И запечатанный вот такой вот. Просто со звездочками. Какой-то вот такой чехольчик. Ну, тоже я его не знаю. Мне не очень нравится. Не знаю, буду я его носить или нет. Если кому-то нравится, могу отправить. И в принципе все это могу отправить кому-то, если очень сильно понравилось. Единственное, что опять же за ваш счет. Также есть у меня вот такой обычный прозрачный. Он уже весь потертый. Я его носила. Но перестала. Смысла что-то не увидела. И вот такой вот есть у меня. Это вообще, конечно, крутая вещь. Но это не чехол. Это зарядка дополнительная. То есть он заряжается, а потом поставляется. И дополнительная энергия на айфон. Ну, я что-то периодически то ношу, то не ношу. И непонятно. Но сделан дизайн очень круто. Прям. Я не помню, за сколько его покупала. Тысячи-полторы рублей. Вот именно из-за этого дизайна. В итоге пару раз попробовала. Не сильно там намного держит батарею. Все равно она у меня садится. Не хватает. Я уже так приноровилась, чтобы ничего лишнего не носить. Ну, вот и все. В принципе, все мои чехлы. Сейчас я снимаю на свой айфон. Он у меня без чехла. Без чехла мне нравится больше. Потому что все кнопки чувствуешь. Все чувствуешь. Все супер. Ну, все. Если было интересно, ставь лайк. Если хочешь что-то себе, пиши мне в комментариях. И увидимся с вами в следующем видео. С вами была я, Селена. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok